Следующий докладчик. Так получилось, что это я. И мой доклад посвящен фракционной абляции, как процедуры для ремоделирования поверхности кожи. Почему все-таки фракционная абляция и почему лазерные методы? Ну и аппаратные методы. Но в первую очередь это средний рост продолжительности жизни, это высокая социальная активность наших пациентов 40+. Все это требует разработки методов для коррекции возрастных изменений кожи лица с выраженной клинической эффективностью, результативностью, но при этом максимальной безопасностью. И как раз аппаратные методы позволяют расширить возможности практической деятельности врача. И в зависимости уже от возраста, морфотипа, возможности к реабилитации, мы подбираем параметры лазерной терапии индивидуально. Когда мы говорим с вами про коррекцию возрастных изменений и те программы, которые можем с вами составить, мы должны понимать, а на что мы будем воздействовать. И здесь все методы работают в тандеме. Если мы хотим откорректировать, например, овал лица, мимические морщины, носогубные складки, здесь мы, конечно же, не обойдемся без инъекций ботулотоксина, без контурной пластики, без смаз лифтинга. Это обязательно. Если же мы хотим все-таки работать с дефектами кожи, то здесь на помощь нам придут уже другие аппаратные методы. В частности, неаблетивный фототермолиз, сосудистые лазеры, IPL-терапия, которая все больше и больше используется в нашей практике, аблетивный фракционный фототермолиз и, естественно, кус-вич неодимовый лазер. Если говорить грубо, то все основные аппаратные методы можно разделить на две большие группы. Это неаблетивные методы, которые объединяют IPL-методики, различные неаблетивные лазеры. Кус-вич неодимового лазера, неодимовый лазер для коррекции сосудов диаметром до 4 мм. Это неаблетивный фракционный фототермолиз. Или аблетивные, те, которые повреждают верхний роговой слой. И в частности, сегодня я буду говорить и показывать процедуру фракционной абляции. Всегда возникает спор, что предложить пациенту. Абляцию или неабляцию. Как я говорю на своих обучениях, и пациентам, и докторам, что встретимся через год, когда вы пройдете этапы и курсы неаблетивного фракционного фототермолиза. Почему? Ну, потому что неаблетивный фракционный фототермолиз всем хорош. Это на самом деле любимая процедура как врачей, так и наших пациентов. Но единственное, что не делает неаблетивный фракционный фототермолиз, он не сокращает кожную лоску. А когда мы говорим про абляцию, и почему пациенты приходят на абляцию, они хотят что-то удалить, они хотят сократить, они хотят получить лифтинг как во время процедуры, так и, собственно говоря, отложенный эффект. И здесь, конечно же, без абляции не обойтись. Таким образом, когда мы говорим про неаблетивный лазер, мы понимаем, что идет обновление структурных элементов коллагена и эластина, но при аблятивном типе воздействия происходит существенная подтяжка кожи как в процессе заживления, так и в долгосрочном периоде, так называемый лифтинг. Какие же основные показания к применению при аблятивном фракционном фототермолизе? В первую очередь, это устранение видимых признаков старения. Это сокращение площади кожи, так называемый лифтинг. Это выравнивание кожного рельефа. Это удаление различных эпидермальных образований, гиперкератозы, пигментные пятны. Это сокращение и разглаживание морщин. Но самое важное, одно из важных, скажем так, воздействий, это устранение невидимых изменений кожи. Это восстановление тонуса, тургора, плотности кожи путем восстановления микроциркуляторного русла, коллагенного каркаса и нормализации нейрогуморальной регуляции. Мы работаем СО2-лазером. Почему? Во-первых, СО2 обеспечивает идеальное сочетание дермальной и эпидермальной абляции, а также нагрева дермы. Что происходит? В коже на уровне эпидермиса и дермы формируются микрозоны абляции, происходит выпаривание ткани, так можно сказать, объемное уменьшение кожи. Вокруг формируется муфта коагуляции. Мы, как вы знаете, кто работает на СО2-лазерах, мы практически не кровим. Очень хороший обеспечивается гемостаз. Происходит, помимо этого, глубокий нагрев, который стимулирует немедленное сокращение коллагена и долгосрочное ремоделирование коллагена. Таким образом, при работе на аблитиновом фракционном фототермолизе мы можем работать на разной глубине, до 1 мм. Но при этом мы помним, что происходит вапоризация и разрушение рогового слоя. Основные эффекты фракционного СО2-лазера это уменьшение общей площади поверхности, то, зачем приходят наши пациенты в первую очередь. Они хотят добиться усиления тонуса, тургора кожи, но также подсократить кожный лоскут. Контракция дермы и укорочение коллагенных волокон при тепловой денатурации происходит до 30%. И публикации на эту тему были даже в 1949 году. Это так называемый лифтинг во время процедуры. Ну и, естественно, тот осроченный эффект, который ждут все наши пациенты, которые мы видим, это ремоделирование как эпидермиса, так и дермы. Что важно? Важно правильно подобрать пациента. Как это выглядит вообще сама процедура? Это отбор пациента, это подготовка, это проведение самой процедуры. Процедура, как вы увидите дальше в видеодемонстрации, она простая. Она технически очень простая. То есть самое главное – это подобрать правильно параметры для конкретного пациента. Реабилитация, которая тоже очень важна. И важно, чтобы пациент соблюдал все ваши рекомендации. И так называемый отложенный эффект, про который мы тоже рассказываем пациенту. Как мы готовим пациентов? Сейчас практически нет таких, скажем так, пациентов, которые приходят с улицы и сразу же ложатся к нам на кушетку, и мы делаем СО2-абляцию. Мы стараемся назначить процедуры и средства для увлажнения кожи. Мы стараемся назначить процедуры и средства для профилактики поствоспалительной гиперпигментации, для профилактики ритемы. И, естественно, назначаем препараты для профилактики воспаления и повторного инфицирования. В нашей практике практически все пациенты, как до, так и после абляции, проходят процедуру фототерапии. Мы работаем на М22, стараемся проработать с пациентом кожу до процедуры, одну-две процедуры М22. Почему? Таким образом мы уменьшаем, во-первых, и количество теленгектазей на лице у пациента, это легче проходит процедура сама СО2-абляции. И когда пациент реабилитируется, через 3-4 недели мы приглашаем его на процедуру, опять же, фототерапии. Зачем? Ну, во-первых, я всегда могу посмотреть, какой результат я получила, потому что интересен результат не через неделю, не через две недели, а интересен результат, конечно же, через 4-6 недель, дальше там через 3 месяца, отфотографировать пациента, поскольку в нашей практике мы фотографируем пациентов всегда. Плюс мы его контролируем, он присылает нам фотографии каждый день в течение 10 дней. Это каждое утро начинается с общения с пациентом после СО2-абляции. И М22-АПЕЛЬ позволяет как раз контролировать возникновение поствоспалительной гиперпигментации, поскольку, как вы помните, она возникает как раз в этом периоде. Как профилактика поствоспалительной гиперпигментации мы назначаем различные препараты. Чаще все-таки это азолаиновая кислота, но при этом их достаточно много. Поскольку гидрохинон у нас в стране запрещен, мы стараемся выйти из ситуации другими способами. Поэтому, пожалуйста, пациенты должны проходить терапию до СО2-абляции и, естественно, через какое-то время после. Точно так же мы назначаем различные инъекционные препараты. Если я понимаю, что пациент склонен к поствоспалительной гиперпигментации, если пациент, например, 3-4 фототипа, мы же таким пациентам не отказываем, мы тоже их берем. При этом есть пациенты, которые действительно на любую процедуру или пациент, который любит загорать, например, они могут отреагировать гиперпигментацией. Поэтому, пожалуйста, есть препараты, их очень много, инъекционных препаратов, которые будут работать в тандеме с нашей процедурой. Но помимо этого мы рекомендуем назначать и увлажняющие препараты, те же самые инъекционные. Для чего? Для того, чтобы чем больше было воды в коже, тем лучше будет проходить сама процедура. Процедура будет более эффективна. Хочу показать вам видеодемонстрацию процедуры. Меня зовут Баранова Елена. Я врач-дерматолог-косметолог Академии косметологии Premium Aesthetics и глинический тренер компании Premium Aesthetics. Официальным дистрибьютором компании Lumix. Сегодня к нам обратилась Зухра Шарапеевна, 1976 года рождения, 41 год полный. Из проблем, да, эти первовозрастные проявления, это мелкая сетка морщин, это снижение тургора, эластичности кожи, это неровный цвет лица, это неровная текстура кожи. Судив пожелания и временной тайминг Зухры Шарапеевны, мы остановились на процедуре СО2-абляции. Поскольку мелкая сетка морщин, пациент не планирует делать ботултоксин, но при этом было две процедуры. Первая ревитализация, пациент подготовлен к процедуре СО2-абляции. При этом пациент хочет увидеть максимальный результат за одну процедуру, ограничен в периоде реабилитации, во временном периоде пребывания в Москве, но готов соблюдать все наши рекомендации. Проводим диагностику на аппарате Антера. Сегодня тоже будет про него доклад. И обязательно фотографируем пациента на PhotoFinder. Татьяна рассказала про картирование. На самом деле будет доклад по эстетике с PhotoFinder. И вы видите, что фотографии очень легко сделать подобные. Наверное, это тоже важно. Мы работаем по топическому эстетику, используя Creole Pro. Его достаточно при аппликационном воздействии от 50 минут. Демонстрация процедуры фракционной СО2-абляции. Хочу рассказать вам буквально в паре слов о том аппарате, на котором мы работаем. Это окупал с компанией Luminis. Чем интересен данный аппарат? В первую очередь тем, что в зависимости от параметров, которые мы с вами выберем, это будет разная глубина воздействия и разный процент покрытия. Максимальная глубина 1 мм. Соответственно, в зависимости от того, на какой области я работаю и с какой проблемой я работаю, я могу выпарить от 5 до 25% на глубину до 1 мм. При этом многие врачи, слыша такую максимальную глубину, естественно, ужасаются. Я ни в коей мере не призываю работать на максимальной глубине, поскольку с данного аппарата можно сделать как аппарат для лазерного пилинга, легкого поверхностного, так и для глубокой дермальной шлифовки. В зависимости от того, что мы хотим и что хочет наш пациент, мы можем варьировать не только глубиной, но, как я уже сказала, процентом покрытия. Соответственно, это будет разное время по реабилитации, это будет разное время по восстановлению пациента и, соответственно, по болезненным ощущениям. В зависимости от того, на какой глубине я хочу работать, я выберу тот или иной режим. Режим ДИП позволяет, как я уже сказала, работать на глубине 20 микрон до 9 миллиметра с процентом покрытия от 3 до 25. Соответственно, я могу выпарить четверть кожного лоскута. Если работать только на поверхности кожи, это предлагается другой режим, это режим Суперфишл. И здесь работаю с различными цветными проявлениями возраста и мелкой сеткой морщин, а также грязной кожей, неровной текстурой кожи, жирной кожей, для того, чтобы поработать только в эпидермисе. И здесь процент покрытия может быть от 40 до 60. Есть уникальный режим, это режим комбо, который позволяет совместить два режима одновременно. И глубокое воздействие, и поверхностное воздействие. И настройки будут индивидуальны. Поскольку пациенты приходят и в одну процедуру хотят не только фракционную абляцию, но и различное удаление, в левой части меню мы видим режимы для тотальной шлифовки. Это могут быть различные удаления, новообразования, и, естественно, то, что нужно убрать полностью, 100%. Это может быть диаметр от 0,6 мм до 12 см. После снятия анестезии мы дезинфицируем лицо пациента. Можем нанести разметку, где мы заканчиваем область обработки. Желательно это сделать в подчелюстной области. Дальше выставляем параметры. Я вам показала экран аппарата. Он очень дружелюбное меню. Когда, переходя с зоны на зону, вы можете спокойно менять параметры, буквально нажав одну-две кнопки. Сразу же отвечаю на вопрос из чата. Параметр, определяющий глубину, это энергия. В нашем случае энергия будет определять глубину. Поскольку в данном случае пациентка хотела сделать процедуру лазерного пилинга, энергия достаточно неглубокая. 10 млджоулей, это в районе 400 микрон. Опять же, смотри, как посмотреть. 400 микрон – это достаточно, в общем-то, не так уж и поверхностно. Это все-таки верхняя дерма. Мы меняем параметры, и вы видите, что это достаточно просто. И переходим на обработку области глаз. Это так называемая безоперационная блефоропластика, которая очень популярна сейчас у наших пациентов. Перед процедурой за 2-2,5 недели мы рекомендуем пациентам делать ботулотоксин, для того, чтобы обездвижить эту область, для того, чтобы процедура СО2-абляции прошла более качественно. Пациентов мы ведем в последнее время сухим образом. Опять же, почему? Это из опыта. После процедуры все пожелания зухры были соблюдены. Регуляция будет в течение 3-4 дней. Она будет достаточно невыраженная. Поскольку мы работали на глубоком режиме, где была необходимость, мы увеличили процент покрытия. Это была область вокруг глаз, это была область вокруг пыта. Соответственно, что мы ожидаем завтра? Завтра будет отек, он будет выражен. Сильнее будет область вокруг глаз. На 2-3 день будет формироваться корочка, такого легкого коричневого цвета. Мы сверху ухаживаем за личиком, засыпаем все это внеоцином, и каждое утро присылаем для отчета фотографии. Обязательно. Пациентка до и после. Здесь процедура сделана через 3 месяца. И мы видим, что не меняя индивидуальность, мы получили хороший выраженный результат. И что отмечает пациентка? Усиление плотности кожи, то, что ей хотелось получить. Коррекция. Коррекция морщин и минимизация, скажем так, морщин. Так пациентка выглядела на 2-й день. На 3-й день мы видим с разных ракурсов. Через на 2-3 день начинает формироваться корочка. Поскольку мы работали в режиме лазерного пилинга, то пациентка просила очень быструю реабилитацию в течение 3-4-5 дней, то за счет поверхностного воздействия это все отшелушится очень быстро. И сейчас, чуть позже покажу фотографию, как это выглядело через неделю. Я не закончила свою фразу, почему мы пациентов идем сухо. Потому что, когда мы пытались включить пациентов в реабилитацию, мы получали, наверное, больше минусов, чем плюсов. поскольку когда мы говорили, что нужно промокать лицо, например, хлоргексидином каждые 4 часа, то мы получали, что пациентки просто стирали корочки. А здесь на 2-й, 3-й день лицо абсолютно бледное. Мы видим легкий порошок на лице у пациента. И таким образом мы можем контролировать опять же воспаление, есть оно или нет у пациента. И пациентка действительно очень была довольна. Она присылала свои фотографии ежедневно. Опять же, почему так? Потому что, если пациента ты не контролируешь, то он пытается или советоваться с интернетом, и не факт, что он получит грамотный хороший совет, или все-таки самому придумать какие-то варианты лечения. Поэтому каждое утро мы получаем фотографию, это входит, скажем так, в само лечение. И таким образом мы пациента ведем в течение какого-то времени. Здесь пациентка приехала, как она была иногороднее, через 3 месяца. И было интересно посмотреть, опять же, отдаленные результаты, поскольку все спрашивают про послоспалительную пигментацию, про пигментацию, которая возникает после, там, 2-3-4 месяцев. И что, опять же, вы видите, фотографии сделаны на фотофайндер. Это еще один плюс фотофайндера для эстетики, в том, что неважно, когда пациентка придет. У меня есть пациентка, которая была 3 года назад, когда у нас только появилась в фотофайндер. И она появилась вот сейчас, после карантина. И мы нашли те фотографии в ее профайле и смогли сравнить, посмотреть, как она поправилась чуть-чуть. Это тоже видно на фотографии. Где у нее образовались новые морщины, где у нее образовались новые пигментные пятна, а ушли старые. То есть это действительно очень важно. И что важно, вы видите фотографии всегда в одинаковом ракурсе. Это еще одна возрастная пациентка. Я хочу показать вам результаты. Чаще все-таки на фракционную абляцию приходят возрастные пациенты. Да, другая группа это, например, постакне, которая может справиться в основном тоже с О2, только абляцией. Но возрастные пациенты приходят за конкретной темой. Это работа с поверхностью кожи, это тургор и качество кожи, и это работа с пигментом. Когда мы можем одновременно поработать во всех направлениях и получить очень хорошие выраженные результаты. Как я уже сказала, и вы видели, мы всегда используем антеру. Есть очень интересное исследование, что пациент себя помнит примерно 2 недели. Соответственно, когда пациент приходит к вам, например, через 2-3 недели, он привыкает к своему лицу. И здесь, конечно, инструментальные методы очень важны. И антера помогает показать, насколько изменилась текстура кожи. И вы видите, что фотография, ну, нужно присматриваться, нужно увеличивать, нужно менять ракурс, чтобы показать изменения пациенту, который привык к своему лицу. Но инструментальные методы мануть сложно. И вы видите, что антера показывает изменения практически на 50%. Не меняя индивидуальность, повторюсь, мы изменяем качество кожи пациента, мы изменяем внешность пациента. Все отмечают, что лица становятся более ровными, гладкими, красивыми, более упругими. Еще одна возрастная пациентка, которая, опять же, хотела проработать морщины, хотела проработать овал лица, хотела проработать различные пигментные образования. И мы видим, как меняется качество кожи. Еще одна возрастная пациентка. Да, у нас таких пациентов очень много. И чуть позже в другом зале, в зале про медицину, у меня будет интересный доклад про инструментальные методы как раз доказательной базы СО2. Потому что мы в группе пациентов делали ультразвуковое сканирование кожи и измерение микроциркуляции. И на самом деле оказалось, что это не просто наши ощущения тактильные, что изменилась плотность дермы. Плотность дермы, толщина дермы, она увеличивается после процедуры СО2-абляции. Здесь мы видим только на антере 3D, насколько изменяется и глубина морщин, и текстура кожи. И самые сложные пациенты, это самые возрастные пациенты. Здесь вы видите пациентка 1949 года рождения. Мы с вами знаем, что чем старше пациент, тем он хуже реабилитируется. Даже не сколько хуже, сколько дольше реабилитируется. И заявка пациента была поработать со щечной областью, убрать, поднять, скажем так, минимизировать выраженные морщины в области щек. И здесь мы с пациенткой решили сочетать аблетивно-фракционный фототермолиз и неаблетивно-фракционный фототермолиз. Если вы посмотрите на параметры процедуры, я специально здесь их написала, то мы сделали неабляцию на глубину практически миллиметр с очень большим процентом покрытия. Еще раз повторюсь, пациентка 1949 года рождения. Дальше мы сделали ей сверху лазерный пилинг на глубину целлюжь 200 микрон с процентом покрытия до 10. И вы видите, очень хорошо реабилитировалось. Фотография сделана через 6 недель. И посмотрите, как изменилась тоже щечная область. Антера тоже подтверждает, что действительно текстура, качество кожи изменилась, изменилась и глубина морщин, и пациентка очень довольна. При этом, почему было сделано все-таки такое сочетание? Конечно, если бы пациентка была помоложе, я бы поставила глубину побольше при абляции. И может быть, я бы не включала неаблетивно-фракционный фототермолиз. Но эта процедура была достаточно быть тяжелой в плане реабилитации. Для пациентов возрастных реабилитация была бы очень длительная. И поэтому, конечно, сочетание такое возможно. Таким образом, проблема вот именно сохранения и восстановления эстетического здоровья в настоящее время, она особенно актуальна. И пациенты, если раньше приходили все-таки более молодые, то сейчас 60-65-70 лет это норма для косметологической клиники. Поэтому использование методов именно фракционного фототермолиза для коррекции эстетических недостатков и возрастных изменений кожи позволяет уменьшить выраженность фото, хроностарение, улучшить качество тургор кожи и поработать со всеми зонами. Не только с кожей лица, но и с кожи верхнего и нижнего века.